В пустом зале Бобруйского театра заплутало эхо. Водопад аплодисментов актеры слышали три месяца назад. Никто и подумать не мог, что спектакль «Осторожно, тетки» станет последним. Источник овации «Сяк» культурная мекка оставила гостей за порогом. Пришла пандемия. Когда нет зрителя, запах в театре другой. Он абсолютно другой. Я думаю, что трупа соскучилась не меньше. Без зрителя вообще нет театра. Поэтому мы с нетерпением ждем это время. Труппа зря времени не теряла. Подготовила для зрителей сразу три премьеры. Покажут и новинки этого года. Спектакли «Старая зайчиха» и «Тень гамлета». Организуют вечер, посвященный Бродскому. Театр вновь заработает 19 июня. В этот день пройдет поэтический вечер Анны Ахматовой. По словам главного режиссера, такой формат нашел большой отклик у Бобруйчан. Я бы назвал это не спектаклем. Я бы назвал это домашней встречей между людьми, которые любят поэзию. Поэтому мне очень приятно выпускать такие вещи. У нас, как и в прошлый раз, будет свободный микрофон и любой зритель может выйти. В театре продолжают соблюдать меры профилактики инфекций. Регулярно проветривают, проводят дезинфекцию. Первый поэтический вечер пройдет в малом зале. Помещение рассчитано на 56 человек, но билетов в кассе в два с половиной раза меньше. В целях профилактики инфекций гостей рассадят в шахматном порядке. Так что попасть на премьеру смогут далеко не все. Мне два на Ахматову, пожалуйста. Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Бавруйск, 360.